У тебя нету сейчас ничего, чтобы говорить о твоих сотрудниках, это первое. Во-вторых, мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. Мы же тут не бюро консультации. У тебя есть деньги сейчас? Мы должны вот все сидеть, слушать тебя, смотреть, да, ни о чем вообще. Но на этой неделе мы провели фотосессию, и я надеюсь, что в этой фотосессии есть та самая горячая фотография, которая будет на обложке. Ты знаешь, ну, я тебе расскажу свое мнение о тебе, но я в прошлый раз не стал его говорить, потому что не хотел скоропалительных мнений говорить, да, сегодня тебе скажу. Поэтому мы приняли очень такое решение, что каждую нашу встречу кто-то будет выбывать. Один или два. Ну что, друзья, прошла ровно неделя с того момента, когда мы решили ввести в нашу программу настоящих реальных героев, таких же, как вы. Людей, которые хотят делать бизнес, людей, которые делают бизнес, людей, которые хотят жить по-другому. Но вот есть вопрос желания, а есть вопрос, готовы ли они что-то для этого сделать. И прямо сегодня мы узнаем, что сделал Алексей, что сделала Катя, как дела проходят у Ани. Мы сегодня увидим нового героя и узнаем, дойдет ли к нам Сергей. Мы с Сережей, с моим мужем сегодня целый вечер накануне обсуждали, что же будет с ребятами. Все-таки готовы ли они делать что-то самостоятельное или будут просто сидеть и ждать, пока мы расскажем им, как стать богатыми и счастливыми. Сегодня мы решили не церемониться и сделать им по-настоящему горяченькую встречу. Поэтому можете даже не сомневаться, жалеть мы сегодня никого не будем. Обязательно смотрите до конца, подписывайтесь на нас, чтобы ничего не пропустить и пишите, пишите, пишите. Потому что то, что будет сегодня, я обещаю, никого не оставит равнодушным. Привет. Привет. Смотри, ты читал комментарии, которые там были? Да, читал. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, разные комментарии. В принципе, я к этому привык уже читать комментарии. Ну, в основном плохие. А как ты к этому относишься? Ну, в принципе, я посмотрел съемку, я сам, когда так, сам мне нравится. А так, и какой вывод ты сделал из этого? Ну, комментарии оправданные, так сказать, плохие, которые... Ну, идеи конструктивных было там несколько, в принципе. Так что, о них можно будет поговорить. Ну, говори. Ну, это... Как бы сразу я хотел издалека начать немного. Я ходил по своему району и искал, есть ли там сервисы эти компьютерные. Выяснилось, что их там нет. Ну, вот вообще я обошел весь район, ни одного сервиса нет. Они есть уже ближе к каким-то трассам, крупным к метро. И я подумал, что, в принципе, а есть ли смысл открывать сервис вот именно в жилом районе, ну, как бы, на один жилой массив, грубо говоря. То есть, там, где нет потока людей, а просто жилой массив там живет, там, тысяч 10 человек. Вот ради них открывать. И хотел вот вашего совета спросить. Мне кажется, у вас смысла нет именно вот ради этого. Потому что там люди живут в основном с транспортом. Они могут, если что, когда куда-то едут, там, заехать в любимый, не знаю, или в более заметный сервисный центр, да. И они же, эти центры, могут рекламироваться, навести их, таргетироваться. Ну, и что ты из этого, какой вывод ты сделал? Ну, они, ну, как бы, к ним могут люди приехать. Не, логично, хорошо, что ты решил? Ну, насчет места открытия, это должно быть все-таки, ну, оживленное место. Хорошо, какое? Ну, оживленное. Ну, какое оживленное? Ну, смотри, мы об этом говорили неделю назад. Вот я хочу понять, что ты за неделю понял нового для себя, да? Какое это место должно быть? Ну, вот, я же сначала хотел на какой-то жилой массиве, на самом деле. Илеша, мне это уже понятно. Мне кажется, вот у тебя происходит то же, что происходило и до встречи с нами. То есть, у тебя такая ментальная мастурбация происходит. А здесь может быть хорошо, а может быть здесь лучше. А может быть настоит, а может быть не стоит. Ты что-то сделал реально? Да, я общался с владельцем бизнеса. Это мой старый друг. У него есть такой магазин, только в другом городе. Ну, да, это, кстати, магазин. То есть, это не просто серийный центр, это магазин. И, как оказалось, самая большая проблема – это не то, как будут клиенты приходить. Но это тоже проблема, но она не самая большая. А где взять сотрудников, кто будет работать? Ты знаешь, ну, я тебе расскажу свое мнение о тебе. Ну, оно, я в прошлый раз не стал его говорить, потому что не хотел скоропалительных мнений говорить. Да, сегодня тебе скажу, потому что уже прошло время. Я пересмотрел нашу запись, нашу беседу внимательно еще раз. И это мнение только укрепилось. Значит, мне не понравились очень сильно две вещи. Мне первое, мне не понравилось, когда ты сказал, что клиент якобы получит скидку, но на самом деле он не получит скидку. Я уже к тебе бы не пришел. Вот я к тебе уже, да. Ты должен понимать, что если ты сюда приходишь, и ты на всю страну заявляешь такое… И не на одну. Да, и не на одну. То ты можешь как, скажем так, привлечь к себе клиентов, так и сразу оттолкнуть их навсегда. Да, вот сейчас ты… Я не твой клиент уже точно. Чего бы ты ни открыл, я уже понимаю, что ты человек, который склонен как-то там, ну, не то что дурить, да, но как-то… Наебывать клиента. Да. Ну, вот это называется именно так, понимаешь? У нас сейчас такие модели модно очень строить, когда мы изначально думаем не о том, как сделать свою услугу качественно и вообще дать клиенту больше лояльности, а мы думаем, как бы его так наебнуть для того, чтобы достичь какой-то своей цели. И изначально, я не говорю уже там о каких-то ментальных уровнях, хотя для меня лично это важно, потому что я всегда знаю, что эффект бумеранга работает на разных уровнях. Но есть еще момент все-таки сегодня порядочности. И то, что мы придумываем маркетинг, который обманывает меня, например, страшно злит, когда я прихожу в магазин, и там написано «Все, минус 50». Я беру себе массу косметики, и тут вдруг выясняется, что это не все «минус 50», а только вот этот бренд, и то там какое-то средство, которое нахрен никому не нужно, потому что у него уже там срок годности прошел. То есть вот этот момент он отталкивает, нежели чем привлекает. И то, что такая мысль зарождается в голове, в принципе, особенно в начале, когда еще ты полон иллюзий, надежд, что и так все будет хорошо, это очень плохо. Моя позиция. И второе, что мне очень сильно не понравилось, и сегодня мне это тоже не понравилось, то, что, в принципе, никакого движения у тебя не происходит. Ты что-то общаешься, что-то смотришь, ходишь, но никаких реальных действий ты не производишь. Ты зачем пришел вообще? Да, с какой целью ты пришел сюда, к нам, вообще на эту программу, не знаю, как это назвать, да, в нашу передачу? Ну, вот мне сейчас интересны вот эти вопросы насчет сотрудников поговорить. У тебя нету сейчас ничего, чтобы говорить о твоих сотрудниках, это первое. Во-вторых, мы здесь не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы вы что-то делали. Мы же тут не бюро консультации. У тебя есть деньги сейчас? Нет. Жаль. Ну, очень жаль, понимаешь, если бы ты сейчас положил деньги на стол, за которые ты отвечал, и понимал, что сейчас тебе эту консультацию дадут, но ты отдал за это там несколько сотен долларов, ты совершенно по-другому будешь действовать эту неделю. У тебя ноль энергии, ты приходишь поговорить, ты решаешь вопрос сотрудников, алло, люди, какие сотрудники, у тебя ни черта еще нету, ты уже решаешь глобальные вопросы. Давай будем решать глобальные вопросы того, если сотрудник тебя обманет. Давай будем решать вопрос, если клиент останется тобой недовольным. Что ты решаешь в будущем? У тебя сегодня что есть? Что ты сделал сегодня? Ну, я смотрел. Смотрел, думал, говорил, писал, какал. Что еще? Ну, блин. Что, блин? Бизнес – это жестко. Ты что думал? Ты в детский сад попал? Ты думал, мы тут будем консультировать тебя по доброй воле? Ходить, тебе будут писать комментарии, ты будешь… Что ты думал? Что ты сделал? Кроме того, что ты говорил и решил сегодня обсудить вопрос с клиентами. Я готова с тобой решить вопрос с сотрудниками и положить деньги на стол. Я тебя проконсультирую. Потому что, знаешь, ты ни черта не сделаешь, но я хоть бабло получу. Деньг нет. Смотри, там тебе написали очень много дельных комментариев. Я думаю, ну, если ты их читал, то я думаю, что вынесешь из этого. Ну, у меня эта мысль как бы родилась еще сразу же, как только я с тобой пообщался в прошлый раз. И ее потом в комментариях люди написали. Я не хочу тебе ее говорить, просто хочу, чтобы ты сам ее понял. Как ты считаешь, нужно ли тебе для того, чтобы делать ремонт компьютеров, нужно ли тебе помещение сотрудники, чтобы тебе начать? Есть такой вариант, с чего начинал мой друг. Он просто брал заказы, сидел там где-то в какой-то небольшой коморке, брал заказы, отвозил их к настоящим мастерам. Они ремонтировали, он все забирал, что-то еще тоже наваливал с этого. А ты хочешь сам ремонтировать или кто-то должен? Нет, я вот сам не хочу. Скажи, а можно ли делать ремонт прямо на дому или там в офисе у клиента? Ну, не весь, только мелкий. Только мелкий? Ну, только, ну, который не требует там паять, например, сильно там разбирать. Ну, если требует паять, то можно, в принципе, забрать и запаять дома, правда? Ну, да, если бы я этим сам занимался. Но это же получается, как бы, ну, не бизнес, а работа. Правильно? Или о чем бы я не могу понять? А как ты вначале? Ты вначале собираешься делать это сразу большим бизнесом? Я просто посмотрел, что ты в Киеве, ну, играют по-крупному. Сначала была мысль открыть, что это небольшое. Я тебе предлагаю, знаешь, что, я тебе предлагаю открыть сразу 100 центров в Киеве. 100. Это будет игра по-крупному. Везде будут огромные вывески, и каждый житель Киева будет эти вывески. Потом еще купить тысячу бордов. Вообще лучше все борды Киева купить, ну, чтобы по-крупному играть. Все борды, всю рекламу на телевидении закупить, во всех журналах, во всех газетах, на радио, и в интернете полностью, да, всю контекстную рекламу купить. Это будет игра по-крупному. И все будут знать, что только один ремонт в Киеве есть. Я только забыла, какой бюджет у тебя на все для игры по-крупному? Да нет, нет игры по-крупному. Я хотел другое узнать, вот просто по вашему опыту. Люди, когда начинают, да, там, в Киеве, они совсем вот с маленького, да, начинают? Или все-таки более-менее это вот… В Киеве начинают с огромного, в Конотопис поменьше, в Москве с очень большого. В Америку со всемирного. В Америке со всемирного сразу начинают, в Нью-Йорке. Ну, в Нью-Йорке. Мы тебя не троллим, мы отвечаем на твои вопросы. Глупые совершенно тупые вопросы. Это тупой вопрос для тебя. Понимаешь, качество вопросов, которые задает человек, определяет качество, ну, его мышления. То, какие ты вопросы задаешь, с какими ты пришел, они говорят мне о том, что ты ничего не собираешься делать. Ты пришел просто поболтать сюда. Вот, просто п***ть. Вот, а мы должны вот все сидеть, слушать тебя, смотреть, да, ни о чем вообще, ни о чем разговор. Поэтому, я не знаю, будешь ли ты в следующий раз у нас или нет здесь, просто мы тебе еще неделю дадим для того, чтобы ты что-то бы сделал, да. Потому что ты занимаешься вот тем, что ты ничего не хочешь делать, ты сюда пришел, зачем-то просто поговорить. Тот, кто начинает бизнес, он начинает что-то делать. Вот и все. Если он хочет начать, он берет и что-то делает. Что-то начинает. Бизнес по-другому не строится. Он не строится на разговорах, на еще на чем-то. Да, ты можешь просрать свои деньги, ты можешь проиграть, скорее всего, так и произойдет. Но это будет твой опыт, который ты будешь ценить. А разговоры ни о чем, постоянные. Ты не мальчик 15-летний. Понимаешь? То, что ты сейчас говоришь, мне интересно ваше мнение узнать. Мы, извини меня, не контора консультации. Хочешь консультацию и платить деньги? Мы хотим, чтобы ты пришел, ты сказал, мне нужен пинок. Но ты ни черта не делаешь. Какие пинки тебе надо? Тебе надо целовать, ласкать. Что делать надо? Как тебя пинать? Унижать не вопрос. Но если на тебя это не действует, то что на тебя будет другое действовать? А ты сейчас работаешь где-то? Нет. Зачем ты занимаешься целыми днями? Сейчас я целыми днями работаю над сайтом. Сейчас он в беде, и я его восстанавливаю. А с чего ты живешь? С него. Как он тебе приносит деньги? Там реклама стоит. Сколько она приносит денег? Много совсем. Ну сколько? Не скажу, даже очень мало. Ну сколько? 100 долларов в месяц? Нет, ну больше, чем 100. Ну, 400. Ну, 400 долларов. Ты живешь на эти 400 долларов. Значит, тебя это устраивает? Нет, ну раньше он приносил в разы больше. И мы не говорим про раньше, и не говорим про потом. Мы говорим про сейчас. Ты постоянно ищешь, заметь, что в прошлый раз ты все время ищешь уже какие-то отговорки, отмазки, оправдания. Постоянно. Находись в сегодняшнем моменте. Ты живешь на эти деньги, значит, тебя это просто устраивает. Скорее всего, ты сдвинешься с мертвой точки, когда у тебя этих денег не станет. Потому что ты сейчас ковыряешься над сайтом, но ты говоришь, я хочу бизнес, но ты ни хрена для этого не делаешь. Понимаешь, это факт. Вот так это называется. Это факт. Есть наше размышление и наше представление о том, кто мы и чего мы хотим. А есть реальный факт. Давай на этом закончим. На этом закончим. Смотри, в следующий раз ты придешь, если тебе будет чем-то прийти. Придешь с действиями. Если не будет действий, до следующего раза просто не приходи лучше. Ну, смысла нет. Да? Просто тебя сразу же отправим. Говорились? Да я вас понял. Все, спасибо. Я рада вас видеть. Сегодня особенно. Потому что, ну, во-первых, потому что, в принципе, рада вас видеть. Во-вторых, потому что у нас есть хорошие... Мы собрались как бы еще и во имя хорошего дела, и это вдвойне приятно. По какой причине я решилась что-то провести и каким-то образом помочь? Когда, знаете, человек, который находится, ну, вообще рядом с тобой, вот просто мы стоим там, разговариваем, да, и ты вдруг понимаешь, что вот девочка твоего возраста, она вдруг раз и выключилась, да, там, ну, это очень страшный момент. Страшный с той точки зрения для меня лично, что он произвел очень сильное такое переосмысление. Ну, привет. Здравствуйте. Читала комментарии? Да, читала. Как тебе? Очень приятно было. Вот комментарии людей, они добавляют силы, вдохновляют, и хочется добавлять силы, вдохновлять, и очень-очень приятно. Ну, кстати, я увидел, что ты больше всего симпатий зрителей получила, потому что ты реально, ну, люди увидели, что ты горишь своим бизнесом, да. Я думаю, что люди хотя бы увидели, как выглядит твой бизнес. Увидели, да, как реально, как он выглядит, что ты стараешься, что у тебя, ну, все получается по большому счету, да. То есть то, что сейчас еще зал твой не полностью заполнен, это просто мало времени прошло, естественно. То есть это, ну, логично, логично то, что сейчас он у тебя не полностью заполнен. Я уверен, что пройдет месяц, максимум два, он у тебя будет битком. Вот, я уверен. Что ты вынесла, ну, за эту неделю, что у тебя произошло? Ну, например, ты какие-то новые способы, может быть, увидела в комментариях, которые тебе подсказали, или что-то ты сделала? Ну, сделала, в комментариях увидела то, что я уже хотела. Вот писали мне по поводу детской комнаты, но у меня нет возможности сделать детскую комнату, поэтому я еще пару недель назад договорилась, рядышком в двух домах от нас есть детская комната. Я вот договорилась с хозяйкой о том, что когда у меня будут женщины заниматься, дети могут быть в той детской комнате, и стоимость для моих клиенток во время занятий 30 гривен будет. Поэтому это плюс еще, вот есть возможность женщинам, у которых маленькие дети, заниматься. Увидела в комментариях полезно то, что я хотела, но я еще не сделала – это дать возможность мамам с детьми позаниматься. Потому что я хотела это сделать, но я пока для себя не понимаю, какой формат может быть, вот чтобы и маме было полезно заниматься, и ребенку тоже, потому что у ребенка это одна нагрузка, а у мамы другая. То есть вот я сейчас над этим думаю, как бы можно было сделать, как внедрить. То, что я сделала ещё, я взяла себе девочку, которая занимается сейчас. Вчера она проводила анкетирование по городку у нас. И она спрашивала у мам, у которых есть дети, в какое бы время им было удобно, ну, чтобы понять потребность людей, вот что им хочется, что им не хватает, что им нужно. В какое время им удобно было бы их водить детей и какие направления. То ли это танцы, то ли это борьба, то ли гонорка. Кстати, шикарный способ, мне очень понравился. То есть ты как бы людей анкетируешь с одной стороны, с другой стороны ты им рассказываешь о своём клубе, информируешь их. Класс вообще, ну, супер способ. Вот, потом я хочу договориться с большим количеством партнеров о том, чтобы, вот как я говорила, с детским садом я договорилась. Так, допустим, в турагентство, семья едет в тур, но им даётся какая-то скидка на абонемент, допустим, для семьи, вот для мамы и ребёнка. Дальше, ну, вот ещё несколько таких идей у меня есть. И что я ещё, что-то ещё хотела. А, ну вот провести анализ, понять, а, и провести, конечно, анализ конкурентов, посмотреть, такую конкурентную разведку сделать и позвонить конкурентам, узнать, какое время у них идут занятия. Вот, но меня пока больше интересуют дети, потому что взрослые... А у тебя есть конкуренты в твоём вот этом райончике? Ну, есть детские студии танцев, вот, небольшие. Ну, это же не конкуренты, ну, не то, что для детей, да? Ну, почему? Для детей это конкуренты, да, для взрослых нет, для детей это конкуренты. Вот, посмотреть, в какое время у них есть занятия, когда больше детей, когда вот больше потребностей, и для себя понимать просто, какое могу расписание сделать. То есть проанализировать анкетирование сделать, конкурентов и партнёров, пообщаться с партнёрами. Но ты получила то, зачем ты к нам пришла, или ещё что-то хочешь получить? Хочу ещё. А что ты ещё хочешь? Ну, мне хочется вот от вас получить какие-то задания, может, что-нибудь, какие-то ещё идеи есть, либо, может, вы мне скажете, мне нужно серые внедрить, потому что я понимаю, что сейчас клиентов больше, и мне уже сложнее, я сейчас в Google Docs это всё веду. Ну, как бы, может, вы мне дадите ещё какие-то... Тебе не нужна CRM, у тебя маленький клуб, ты всех людей знаешь своих в лицо, по именам, тебе не нужна никакая CRM, тебе не нужны никакие от нас задания, потому что ты сама знаешь прекрасно, что тебе делать. Мы вообще решили, что мы не будем давать никаких советов и заданий, мы хотим, чтобы научить вас думать, для того, чтобы вы сами учились эти... Потому что когда вы сами примете решение что-то делать, и найдёте, сами придумаете этот способ, тогда вы будете делать. То, что мы вам будем говорить, ну, большой вопрос. Будете ли вы это делать? Ну, это уже зависит от человека, какая мотивация. Потому что я ещё, кстати, вот за девочку говорила, я взяла девочку, которая вот проводит анкетирование, собирает всю информацию, я ей выделила полностью детское направление, и сказала, что ей будет процент от прибыли, и чтобы она полностью с собой закрыла детское направление. То есть я, ну, как, я контролирую, но я не делаю вот этой всей работы, она занимается записывать клиентов, ищет клиентов, полностью ведёт деток, но за это она получает вот часть от прибыли, чтобы я занималась развитием, искала других партнёров, занималась взрослым направлением. Тебе что-то дало, вот, когда мы встретились, после нашей встречи, что-то у тебя вот произошло или нет? Вот для тебя, для самой лично? Или ничего не поменялось? Ну, просто встретились, встретились? Ну, лично для меня то, что не касается моего бизнеса. Нет, ну, безусловно, касается твоего бизнеса. Ну, я как-то более, наверное, уверена в себе стала. Вот я для себя какую-то грань перешла, вот, у меня больше уверенности стало, я поняла, что я могу всё, всё могу. Ну, тебе, наверное, хорошие комментарии тебя подбодрили, да? Вчера читала, да, 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 мне очень приятно было. Ну, я вижу от своих клиентов комментарии, каждый раз, когда заканчивается тренировка, они мне пишут вот свои какие-то обратные связи. Я всегда прошу, чтобы, если что-то не нравится, что писали или нравится. А они где тебе пишут, в Инстаграме? Вайбере. 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 Смотри, на самом деле у меня двойственная ко всему позиция, потому что, с одной стороны, мне кажется, что такая, знаешь, прошла просто тема, что ты пришла за пиаром, вот, ну, вот есть такое ощущение. С другой стороны, ты молодец во многих вещах, и поэтому, естественно, возникают вопросы, зачем ты пришла. Вот, я помню, что ты сказала, что твоя цель – это сеть. Поэтому я предлагаю для того, чтобы не заниматься детским садом и для того, чтобы как-то поинтереснее играть, я предлагаю тебе к следующему разу перевести всё в цифры. Перейти с полной отцифровкой твоего бизнеса, чтобы мы могли говорить о цифрах, чтобы мы могли говорить о том, каким образом эти цифры увеличивать, потому что у многих всегда существует такая, знаешь, зашибись, какая крутая иллюзия. Куча всего происходит, клиенты замечательные, все хвалят, всё зашибись. А когда ты начинаешь садиться считать свою прибыль, то получается, что ты зарабатываешь, по сути, как нормальный наёмный работник, но только работаешь постоянно, херачишь просто. И с этим я сталкиваюсь постоянно. То есть я вижу людей, которые просто умирают на своей работе, и когда мы выясняем, что они там максимум зарабатывают 2000 долларов, но человек полный раб своей работы, типа своего а-ля бизнеса. Вот это плохо. Поэтому я предлагаю с тобой всё-таки поиграть и поработать над вот этой серьёзной частью, для того, чтобы мы то, что всем нравится, и то, что всех умиляет, и то, что приносит тебе кайф, чтобы мы посмотрели, может ли это приносить деньги, и вообще, как это превратить в прибыльную модель реально, каким образом на этом отстроить уже бизнес? Потому что это сегодня она знает своих людей, там, всех в лицо, да, там, а если она начнёт открывать подобные студии в других районах… Ну смотри, CRM ты можешь создавать тогда, когда твой клуб будет прибыльным и будет работать без тебя. Тогда тебе можно уже создавать CRM для того, чтобы масштабироваться. Да, чтобы масштабироваться тебе, ну, никак. Ну, я думаю, что это не проблема. Есть полно CRM специально для фитнес-клубов созданных. Не стоит там что-нибудь изобретать велосипед, надо просто будет посмотреть и выбрать, и вот, и всё. Это вообще несложно, ну, вообще не проблема. И всё это бизнес потом завести туда. Может быть, хотя, может быть, начать уже тоже заводить, почему нет. В принципе, да, если есть такой, ну, так, в проекте масштабирование, то, наверное, можно, да, на одного пользователя-то взять, эту CRM-пробную версию, и начать туда весь бизнес свой оцифровывать, да, это будет хорошо. Значит, а что бы я сейчас прямо тебе посоветовала, да, по поводу задания? То есть, первое, ты оцифровываешь всё, что возможно оцифровать, всё, что возможно работать. У тебя слабо налажены все апселлы, дополнительные продажи, дополнительная монетизация. У тебя совершенно, пока я не увидела очень чётких, а нужно продумать твои ключевые продукты, которые ты будешь ставить на флаг. Потому что если ты будешь продавать всё, можно продавать и как сесть на шпагат, и как на мостик, и как беременной, и как рожавшей, но ты лопнешь просто. Нужно очень чётко определиться с тем, какие у тебя есть программы, с тем, что ты дополнительно продаёшь. Если ты уже это делаешь, то тебе надо продавать не пять шортиков, а и так далее. Поэтому я не хочу в детали вдаваться, мы хотим, чтобы вы думали. Я прошу тебя всё полностью оцифровать, прописать, как есть, как ты хочешь, что нужно сделать для того, чтобы этого достичь. И мы уже, исходя из твоих реальных, вот этих всех писюлек, да, твоего плана, мы уже сможем это обсуждать и думать над тем, каким образом это улучшать. Вот. А затем ты должна прописать все варианты того, каким образом ты можешь это продвигать. У нас с Сергеем тоже были варианты, мы даже их написали, но потом мы решили ничего этого не давать, потому что ещё раз мы хотим, чтобы вы думали, вы действовали. Если вы не будете этого делать, нам неинтересно с вами общаться. И вы все получите анти-пиар. Я хотела ещё сказать то, что я уже сделала, я продала безлимит и программу питания, ну, вот пару дней назад, и уже проводила индивидуальные занятия. Это то, что новое было, это то, что я уже сделала. Это то, чего у тебя не было, да, в прошлый раз. Да, и я сама уже проводила. Ну, круто. Ну, ты как раз придёшь. Я уже прочувствовала вот... В следующий раз придёшь уже с цифрами за первый месяц работы, у тебя чёткие будут, и потом мы будем видеть просто вот эту прогрессию, этот рост. Я думаю, что у тебя есть большие перспективы, но только если мы их из идей и собственной гениальности, да, когда все сидят и представляют, как классно. То, что мы представляем, и тот факт, который есть, это две разные вещи. И я сама лично много раз тонула в том, что я считала, что я уже гораздо лучше, да, и мне казалось, и особенно аплодисменты вокруг, они очень этому способствуют. Когда ты уже... Тебе уже не надо этого достигать, потому что тебя уже все так сильно похвалили, что ты уже знаешь в этом. Поэтому... Мне даже хотелось какой-то негативный комментарий представить, чтобы у меня наоборот... Ну, я тебе напишу. Для того, чтобы получить волну, её нужно научиться гнать. Вот твоя задача сейчас – научиться гнать эту волну и тот хороший потенциал, который у тебя есть. И у твоей бизнес-идеи, у тебя самой, ты привлекательная девушка. Я всегда говорила о том, что люди любят красивых людей. Я даже менеджеров никогда страшных не нанимаю. Вот, потому что не могу на них смотреть. Поэтому, естественно, это притягивает людей в том числе. И это круто. Но ещё раз тебе говорю, то, что говорят, думают, и как ты уже в голове всё это видишь, и тот факт, который у тебя есть, на сегодня – это две разные вещи. Поэтому давай, если мы пойдём дальше, то нужно научиться вот эти вещи сравнивать. Это будет непросто, я тебе сразу говорю. И падений будет здесь много жёстких. Это интересно, но нужно быть готовым к тому, что это колоссальный труд, колоссальная работа, и она начинается прямо сейчас. Друзья, совсем недавно я говорила вам о том, что я никак не могу закончить книгу, и поставила цель сделать это до 1 мая. И у меня прекрасная новость, потому что уже практически всё завершено. И совсем скоро, я думаю, что в июне месяце вы сможете увидеть эту книгу. Но самое главное, что цель однозначно к первому числу будет выполнена, и об этом я обязательно напишу в Инстаграм. Но на этой неделе мы провели фотосессию, и я надеюсь, что в этой фотосессии есть та самая горячая фотография, которая будет на обложке. Вашем возрасте, Вашем возрасте, да. Уже так не снимают. Ну, это странные позы, их кадры, как вы видели, это красиво. Да, да. Да, не просто быть звездой. Привет. Ну, скажи, пожалуйста, за эту неделю что-то у тебя произошло? Может быть, что-то изменилось после наших разговоров в твоём мышлении или в твоём бизнесе? Я стала более усиленно искать себе сотрудника, но пока нет результата. Знаешь, я когда пересмотрел нашу беседу, ну, у меня это чувство возникло ещё в процессе беседы было, потом я пересмотрел и понял, что интуиция меня не подвела. И я всё-таки до конца так и не понял, зачем ты пришла? Вот, знаешь, я, ну, во время даже, ну, там, когда мы начали только разговор, ты сказала про одну проблему, что у тебя там с бизнес-процессами какие-то проблемы, что тебе надо наладить бизнес-процессы, но потом в процессе, когда стали тебя ковырять немножко, ты сказала, что нет, с бизнес-процессами оказывается всё хорошо, у всех прописаны инструкции, благодаря там тому, что ты у нас работала и получила этот опыт, но у тебя проблема как бы, ты то ли её сейчас сходу тогда придумала эту проблему, а с чем ты вообще пришла? Скажи, на самом деле, с чем ты пришла сюда? На самом деле, у меня действительно проблема сейчас персонала, так как мы хотим расширяться и мы не можем это сделать, потому что и физически, и морально, и так далее. Но для того, чтобы наладить все эти бизнес-процессы, нужно сначала персонал, нужно его как бы структурировать, да, все их процессы, научить и потом уже пойти дальше. То есть, я не улыбнулась дальше, потому что там, да, есть проблемы и с клиентами, работать с клиентами, и, ну, как бы, вот пока так. Я пока не могу найти объяснение того, что как найти персонал, правильный персонал, как брать, нужно ли брать специалиста, либо нужно обучать, и где их вообще брать. У меня еще меньше стало понятно. Ты с одного на другое перескакиваешь, смотри, то ты опять, что у тебя проблемы с клиентами, что... Нет, у меня не проблема с клиентами, нет. В чем у тебя проблема? Смотрите, мне нужен персонал, мне нужен и сейчас. Нужно, нужно, у тебя, ты в прошлый раз сказала, что у тебя все нормально, у тебя есть инструкции, у тебя все разложено по полочкам, все структурировано, а теперь ты говоришь, мне надо вот все сделать, чтобы нанимать персонал, мне надо вот опять навести порядок, все структурировать. Мне тоже ничего не понятно. Я ничего не понимаю, да. Вот я ничего не понимаю. На данный момент. Ты или врешь, или сама не понимаешь вообще, или с чем ты пришла? Нет, я не вру, я понимаю, с чем я пришла. Только с чем говори? Ну, ты вот сформулируй свою задачу. Сейчас задача – это набор персонала, хотя бы поиск персонала, потому что на разных компаниях, то есть сайтах мы расставили все вакансии, никаких звонков даже нет. А если есть, то это не те люди, которые приходят, которые нужны даже по требованию. Почему? Вот… Ну, как ты думаешь, почему это не все люди? вчера был такой пример. Мне высылает резюме молодой человек по вакансии с моим специалистом таргетолог. Я смотрю его резюме, а он только видеомонтажер. Хорошо, окей, нам нужен видеомонтажер также, хотя бы на удаленке. Я ему даю задание, он мне делает, честно, я лучше сделаю, чем он в муви-мейкере. Каждый день к нам на собеседование приходят люди, ну, наверное, через день, да, мы постоянно сеем. Люди приходят, они не все суперклассные, но один из десяти, мы его берем, и так или иначе, всех, кого вот, видишь, у нас, все попадают так. Я не могу понять, в чем проблема. Вообще не приходят люди, вообще не те, или что? Ну, смотри, вот я, прежде всего, сейчас начал сомневаться, как сказать, в профессионализме тебя, как пиар, как пиар-специалиста, да, то есть ты, смотри, ты сама предлагаешь, предлагаешь другим организациям пиар, вот, но, заметь, для того, чтобы привлечь сотрудников, хороших, это тоже пиар, чтобы к тебе приходили на работу, нормальный был входящий поток сотрудников, это пиар, то есть ты не можешь сделать своего нормального пиара, и как ты делаешь тогда другим этот пиар, потому что для того, чтобы к тебе приходили хорошие люди, прежде всего, это тоже продажа, то есть ты, работа, это продажа, то есть привлечь нормальных сотрудников, чтобы тебе нормальные пришли, на садиседование, не мусор всякий, да, не мусор, это продажа, если к тебе приходят, Ну, не те, что ты неправильно делаешь пиар. У тебя неправильная продажа этой вакансии. Это все. Ну, на меня прописаны все эти требования, которые мне нужны. Как бы я не могу сказать, что... Значит, твоя компания непривлекательно выглядит для людей. Ну, почему они не приходят? Вопрос же не в том, ты понимаешь, что то, что ты, например, написала правильный пост, это очень классно, но если он не привлек мне клиентов, то он мне вообще не интересен. То же самое здесь. Значит, люди видят твою компанию совершенно непривлекательной. Если к тебе приходят видеомонтажеры на вакансию СММ-специалистов. Но это значит дело в тебе, в том, что твоя компания не упакована, в том, что для нормальных людей твоя компания непривлекательна, ни в каком проценте. Какое решение проблемы? Это я тебе вопрос задаю. Какое решение проблемы? Я же тебе... У тебя есть деньги? Ну, клади на стол, я буду отвечать. Окей. Ну. Ну, хорошо, давай. Прямо сейчас? Конечно. То есть, он, который... Ну, какую? Какую клади какую-нибудь. Видите, вот как интересно. Все сидят и все считают, что они живут в виртуальном мире. Когда? Сейчас? Потом? Где? Куда? Хорошо. Ну, у нас почти 20 баксов на столе. Окей. Ну, по крайней мере, Катя не в виртуальный мир играет, реальный. Хорошо. Какой у тебя вопрос? Как правильно упаковать свою компанию? Нет. Как правильно подать свою компанию, чтобы привлечь сотрудника? То есть, вот что сделать привлекательной для него, чтобы он ко мне хотя бы написал. Я должна подумать, ну, подумай о том, для такого сотрудника, который тебе нужен, какая компания будет привлекательной? В какой компании он бы хотел работать? Я не говорю о том сотруднике, который мегаспециалист, он будет сам на себя. Неважно, о каком бы сотруднике ты ни говорила. Ты должна просто встать и подумать. В первую очередь задать вопрос. А вот этот человек, которого я хочу, которого я описала, надеюсь, на бумажке для себя, ему какая компания будет интересна? Потому что умному сотруднику, если мы хотим интересного сотрудника, он хочет найти для себя интересную работу. Вот Женя. Женя, он оператор, он занимается монтажом. И ему хочется реализовывать себя в компании, в которой он не просто снимает, там каждый день приходят люди, говорят, снимайте мой стакан, и мы там что-то озвучиваем. Или очень много людей, например, приходят, которые снимают, знаешь, этот телемагазин. Ему хочется снимать влоги, он хочет работать в такой компании, которая развивается, в которой он может видеть, что это кому-то нужно, который пишет комментарии о том, что он не профессионал. Знаешь, как его страшно злит, когда ему пишут, что он не так что-то сделал. То есть вот поэтому я пишу такую вакансию под Женю, я пишу ему, что он у нас, съемка влога, каждый раз, траля-ля. То есть и человек себе такую работу находит. Но он смотрит и говорит, да, это для меня идеальная работа. Это не скучное описание, что мне просто нужен видеооператор, который видеооперирует. Умеет нажимать кнопку на фотоаппарате. Какой результат, какая привязка к результату, какими ценностями обладает наша компания. Потому что для хорошего сотрудника ценности важны. Для него важно, как к нему там относятся, для него важно, какой климат в коллективе, для него важно, есть ли там чувство юмора или нету чувства юмора и так далее. Когда мы описываем вакансию для человека, портрет создаем, мы притягиваем такого человека. Например, если я говорю какие-то резкие слова, вот многие говорят, как сотрудники с вами работают, да? Отлично. Вот, я притягиваю тех сотрудников, которым это нравится. Мне нахрен не нужны те сотрудники, которые падают в обморок от того, что я говорю какой-то мат. Или которые не понимают, что мне нужен от них результат, а не в 6 часов встать и выйти. Что мне сидение его задницей на стуле вообще не холодно и не жарко. И зачем мне брать другого человека на работу? Вот здесь такая же история, понимаешь? Я теперь понимаю свою ошибку. Видишь, 500 гривен ты потратила не зря. Да, я знаю. Я теперь тебе скажу даже больше. Я тебе скажу, что вот теперь, несмотря на то, что 500 гривен не супер сумма, но и все равно составляет какие-то деньги, я теперь знаю, я теперь знаю, я не вымогатель денег. Я просто теперь знаю, что если ты действительно ее поняла сейчас, то ты придешь и перепишешь эту вакансию. Потому что ты эти слова точно запомнишь. Не знаю, запомнишь ли остальные, но эти ты запомнишь. Потому что когда мы платим деньгами какими-то, даже штраф, мы знаем, что мы никогда не будем парковаться в этом месте, когда мы отдали гребаные 200 гривен, которые вроде бы как не сыграли никакой роли. Но ты, вставая здесь, помнишь, проезжая каждый раз, что здесь парковаться нельзя, потому что тебя, сука, штрафовали на 200 гривен, понимаешь? Поэтому это первый момент ключевой. Привлекательность, когда мы ищем проблему у людей, почему люди к нам не идут, или почему мужчина не хочет со мной встречаться. Неправильные мужчины. Мы всегда оцениваем, что неправильные все они, люди дебилы, не те сотрудники. Ну, как бы, никто не исключает того фактора, что действительно сейчас людей, которые по жизни, ну, и мужиков, и женщин, и всех людей, людей, мусорных, мелких, ничтожным мышлением мелким, которые не хотят развиваться. Да, их много, но есть же классные люди. Мы живем в шикарном городе, и его создали классные люди. Может быть, руками некоторых там не очень классные. Ну, смотри, еще второй момент такой есть, да, ну, очень простой. Какой бюджет на продвижение вакансий у тебя есть какой-то? Или ты только бесплатно выдаешь? Нет, ну, вот, например, я выкупила пакет на работу, а вы не думаете еще о таком варианте, что когда человек делает что-то хорошо, у него нету надобности работать в команде. Очень многие люди, они на фрилансе берут себе проекты и спокойненько ведут. Ты пробовала общение? Да, смотрите, буквально позавчера есть такой портал Кабанчик, если знаете, да. Я попробовала вот так вот сделать, просто написать как задание, что нужен специалист по настройке, это ретированная реклама, он настроил там одну компанию. Это, Катя, это плохой вариант, я даже его слушать не хочу. Я говорю о том, что найти человека, ну, на самом деле мы сталкиваемся с чем? Конечно. Я, к примеру, воспитала очень хорошего там инстаграм-сммщика. Я взяла девочку с нуля, я дала ей все тренинги, которые у меня были, там три штуки, мало того, я заставила ее саму сделать тренинг. Она проходила по всем мастер-классам и так далее. И она за несколько месяцев очень существенно поднялась. Она пришла как бы с минимальной зарплатой. Спустя время мы начали обсуждать тот момент, она начала его обсуждать, что она хочет работать уже над несколькими проектами, потому что она посчитала, сколько денег она может заработать. И она говорит мне, ну, вы же, я же понимаю, что вы не будете мне эти деньги платить здесь и сейчас, потому что, ну, СММ это такая работа в долгую, это не супербыстрый результат. Это не так, что вот все ждут, как три поста он сделал, и где деньги с этих постов. Это рутинная работа. И человек, который что-то соображает уже, он понимает, что он может вести пять проектов и, соответственно, больше зарабатывать в этом. Он хочет в эту тему погружаться, и это нормально. Вполне возможно, что если бы ты указала в резюме, что ты ищешь человека и на удаленную работу рассматриваешь, то специалисты бы, ну, мне так кажется, был бы гораздо больше шанс получить человека выше какой-то квалификации, вот, просто который, он не хочет, ты говоришь, 10 тысяч гривен. Это фигня для хорошего специалиста. Дело в том, что 10 это стартовая цена. Если у нас 8, например, проектов, я ему даю за 10 тысяч 4 проекта, и плюс, если он сможет потянуть, плюс за каждый проект я ему еще даю... Здорово. Хороший СММ-специалист может зарабатывать там тысячу долларов сегодня, сидя дома, занимаясь вот, ну, как бы, с такими продвижениями. Ну, это я тебе точно могу сказать. И поэтому, когда человек, например, уровня 0, смотрит на зарплату 10 тысяч гривен, она ему кажется привлекательной. Поэтому тебе и присылает видеомонтажер, да, как бы на СММ, потому что что там, он же вообще это воспринимает, что там постики делать. А, конечно... У меня сына в Инстаграм занимается продвижением клиник этих пластической хирургии. Он взял 4 клиентов, 2000 долларов, он зарабатывает, сидя дома. Не напрягаясь. Вообще не напрягаясь. Зачем ему куда-то идти на работу? Он умеет... Он взял в Москве 4 клиентов, так что вот он хороший стартап. Момент того, что люди, ты думаешь со своей категорией колокольни, а человек хороший специалист. Мы когда с Сергеем шли по истории того, чтобы нанять людей, которые сильно в квалификации выше, чем мы, мы ставили зарплаты по 2-3 тысячи долларов. И не приходили тоже некоторые люди на собеседование. Я тебе расскажу такую интересную вещь. Я даже когда-то снимала на эту тему видео, что люди, которые, например, реально являются специалистами, за такие даже деньги, даже когда ты готова им платить, им неинтересно работать в твоей компании, потому что им нравится работать, они привыкли работать в огромных компаниях, когда человек приходит и говорит, я работал там в Ашане, в H&M где-то и так далее. То есть там метро, им нравится, что у них есть большой, какой будет офис, их интересует, сколько будет сотрудников в моем подчинении. С каким бюджетом он будет работать? С каким бюджетом он будет работать? Какие масштабы? То есть хороший специалист, он не всегда настолько хорош, сколько денег он требует и стоит, но он привык работать с другими масштабами. И его, прежде всего, он не может себе позволить работать в мелком. Мы с этим Сергеем столкнулись, потому что у нас были сотрудники, которые в свое время в нашем свадебном агентстве зарабатывали по 3 тысячи долларов. И мы не могли нанять классного спеца другого, потому что он приходил и говорил, у меня было 78 сотрудников подчинений. То есть для них вот этот кайф крайне важен. Понимаешь? И это тоже, я тебе объясняю, психологию такую. Поэтому тебе, исходя из этого, нужно еще раз переосмыслить и подумать, кто твой идеальный сотрудник, что нужно такого написать, на кого не надо. Понимаешь? Это как в реке иногда ловить акулу. Ты считаешь, что тебе нужна акула, у тебя есть река, но акула не плавает в реке. Соответственно, это не значит, что нету решения. Решение есть. Просто когда ты его переквалифицируешь и передумаешь, и поймешь, как тебе это сделать правильно, тебе будет проще. Мы уже даже сегодня несколько вариантов очень хороших обсудили. Да, я сейчас доеду до офиса, и все исправлю. Катя, у тебя есть сейчас неделя до нашей следующей встречи, чтобы мы увидели твои конкретные действия. Да, я понимаю. Конкретные действия, потому что многие считают, что мы здесь занимаемся как бы разговорами, да, и советами, это не так. Вот, наша задача гораздо глубже и больше, и мы хотим иметь дело с людьми, которые хотят в динамике развиваться, меняться, и которые реально слышат нас. И самое главное, мы хотим не говорить вам, что делать, мы хотим, чтобы вы научились думать сами, чтобы логика мышления запускалась в правильную сторону. Я очень надеюсь, что сегодня мы тебе помогли в этом. Вы уже помогли, я сейчас доеду и все исправлю, потому что это и мой бизнес, это и я страдаю, это я не просто тут пришла к вам с проблемой просто посвятиться на камеру. Нет, это моя проблема, реальная проблема, я вам писала, да, раньше. Хорошо. Хорошо, спасибо тогда. Через неделю я жду от тебя все то, что ты сделала, думаешь сделать, пожалуйста, с описанием уже, с писаниной, вот, ты смотришь, что ты сделала, в чем у тебя дальше идет загвоздка, твои решения изначально, я хочу, чтобы ты писала вместе с вопросом, с тем, что ты делаешь, что тебе нужно сделать, еще и видение твоего решения, хочу, чтобы видеть, как твои мысли идут. Понимаешь, ты ставишь, что дальше мне, наверное, нужно делать это, это, и я думаю, это сделать так-так. Потому что, если вы приучитесь работать по принципу того, что, как наемный сотрудник, тебе сказали, и ты делаешь, да, не надо думать, делай. Вот, тут нужно думать, потому что ответственность, так или иначе, все равно лежит на тебе. Ты, из того, что ты говоришь, из того, что, вернее, мы говорим, тебе принимать решение, как действовать. Ты сама не, ну, как бы. Я еще, знаешь, хочу, ну, раз у нас отношения завязываются в долгую, хочу в следующий раз, чтобы ты принесла цифры своего бизнеса. Количество клиентов, средний чек, затраты. Нам интересно тоже будет на это. Ну, тебе сам, да, оцифровка такая, да, там не сильно много, но я думаю, там, 5-10 показателей ключевых. Это все прозрачно, я это могу показывать. Ну, покажешь в следующий раз нам, хорошо. Ну, потому что, решая любую проблему, мы все-таки должны думать над главной, рост, потому что, рост цифр, да, рост показателей, потому что даже, когда мы прогнозируем взять какого-то сотрудника, нового, там, классного, например, иногда бывает такое чудо, когда находится какой-то классный сотрудник, искать нужно постоянно. Вот, и ты понимаешь, что, блин, вот с ним было бы круто, нужно понимать, твой бизнес вообще готов, он пользу принесет тебе за свои 3 тысячи долларов, он сможет тебе принести 10 или нет. Вот Оля сказала ключевую, сейчас, ключевую фразу, искать нужно постоянно. То есть ты ищешь сотрудника, в принципе, не тогда, когда он тебе нужен, а вообще всегда. То есть вот в нормальных, больших компаниях у них всегда открыты все вакансии, всегда. Они всегда проводят собеседование, они всегда находятся в поиске, потому что нормальный сотрудник, нормальные на рынке труда появляются очень редко. Если они вдруг освобождаются, то их тут же быстренько забирают. И поэтому нужно постоянно просеивать вот этот песок, чтобы найти тот самородок, который там появляется, потому что в основном это пустой песок на рынке труда, конечно. Да, ну, к сожалению, мы с этим сталкиваемся все время. Вот. Очень разные люди, и для того, чтобы найти своего человека, нужно очень много пропустить через себя. Поэтому ищешь просто всегда. Просто всегда. А вот еще тот момент. Да, я сейчас ищу специалиста, именно специалиста, чтобы не заморачиваться на обучение. Может, все-таки заморочиться и взять на новичку. Подумай. Подумай над этим и через неделю расскажи нам, что ты решила. Мы в свое время свадебные курсы открыли, потому что не могли найти сотрудников. И мы открыли свадебные курсы, и к нам получили замечательные сотрудники. У меня, ну, да, вот сейчас были все. Вот ты сам специалист на обучение. Целый месяц я потратила для того, чтобы хотя бы рассказать. Подумай над тем, каким образом ты бы могла их обучать, не тратив целый месяц. Ну, а я думаю, что зрителей попросим тоже какие-то свои решения написать в комментариях. Обязательно. Вы что-то из комментариев, которые писали для себя, полезно вынесла? Единственное, многие писали, что обратись в кадровое агентство, но мы не думаем. Ну, я думаю, что это был очень крутой совет людей, которые никогда этого не делали. Вот, поэтому мы тебе сэкономили время. Хорошо, Катя, спасибо. Спасибо вам большое. Привет. Здрасте. Меня зовут Маша. Очень приятно. Читали твою анкету, Маша. Давай пару минут буквально расскажи, чем ты занимаешься, с чем к нам пришла. Расслабься, мы сегодня тебя не будем бить, это мы их били. У меня было полгода интернет-магазин, я работала в нише по виноделью оборудования и стеклянной таре. соответственно повода, я тестила нишу чисто стекла и тары. Сейчас я понимаю, что хочу перейти на другой формат агентства по обслуживанию ресторанов, производителей, то есть это и подбор тары, и разработка дизайна, и упаковка, чтобы просто клиент обращался, у него был полный спектр услуг, вот касаемо упаковки его продукта. Именно стеклянной тары? Стеклянная, пластиковая. А почему? Есть в этом большой опыт, есть знания ниши, знания произведения, где что-то куда брать, ну и мне это нравится. Приятно приходить в ресторан и видеть, что вот это твоя бутылочка, это твоя баночка. Сколько денег нужно для запуска этого направления? В принципе, я уже его запустила, сейчас тестирую как... Сколько денег? Порядка 4 тысяч долларов. Ты уже использовала эти деньги? Или у тебя их нет? Или что? Час использовала уже, инвестировала в настройки компании, в рекламную компанию. Что у тебя сейчас есть вообще? Сейчас есть офис, наконец-то, где можно встретиться с клиентами. Там кто-то работает? Пока я одна. Есть несколько клиентов уже постоянных, есть также подрядчики и бюджет для закупки товаров, для рекламы. Это входит в эти 4 тысячи долларов? Да. Эти деньги ты заработала на работе? Это деньги мои отложенные. Нет, просто мы, понимаешь, мы же делаем, не просто тебя разбираем, мы хотим показать людям, каким образом запускаются бизнесы, потому что нас смотрит много людей, и первый вопрос всегда, ну, конечно, где она взяла деньги, поэтому я задаю этот вопрос. Всего было 3 тысячи долларов, как бы часть я инвестировала, часть меня кинули, денег потом зарабатывала, откладывала. Кто сейчас твои клиенты? Рестораны, проспетители частные. Это маленькие рестораны, большие, сетевые. Есть сетевые, есть конъекерские, есть, которые только вот начинают. Как ты их получила? Контекстная реклама в основном, либо партнерская. То есть не личные отношения? Есть и личные. Но я как-то не совсем готова пока прям к личным, хотя есть база клиентов, с которыми просто можно работать. И еще раз, сколько времени вот это все-все длится? Интернет-магазин у меня полгода, лично мой, а компания, две недели пришла эта идея и начали тестировать. Ясно. А чем отличается интернет-магазин от компании? Интернет-магазин, в моем понимании, это больше ты зашел, купил, отгрузил, все. То есть нет у них никакого контакта с клиентом. У меня же, я стараюсь клиента послушивать, понимать его потребность и уже исходя из его потребности подбирать ему полностью расходник. Потому что клиент не всегда понимает, что ему нужно на самом деле и технически начинаются потом какие-то казусы. Он покупает второй раз товар. Но я не совсем поняла. В интернет-магазине это продажи физическим лицам, а в компании это продажи все-таки компаниям, правильно? Да, в компаниях больше. Но это уже какая-то индивидуальная разработка? Есть и готовые варианты, есть и индивидуальная. Смотри, у тебя два сайта есть. Один, я увидел интернет-магазин, а второй, там как бы ни о чем, о том, что ты разрабатываешь там тару, упаковку, там и делаешь всех счастливыми. Для чего это два сайта просто? А вот второй сайт, там где тары, упаковка, разработка, это вот сейчас тестирование, это то, что, куда я хочу перейти. А каким образом ты клиентов первых получала? Через сайт интернет просто? Через контекстную рекламу. Ну, куда ты ее настраивала? На сайт, на лендинг конкретный и на Google Form. На лендинг, и ты таким образом приобретала в клиенты бизнесы, ну, рестораны? Да, то есть у меня уже на сегодняшний день, за неделю, есть 10 запросов, из них три вот... Какой средний чек? от 1000 до 10 тысяч. Гривен? Да. 1000 гривен это где-то 40 долларов, просто она смотрит в разных странах, чтобы понятно было, и 10 тысяч это порядка там 400 долларов, просто чтобы вы понимали. Это просто чек? Да. Ага. То есть уже это разработка конкретная идет, там уже до сотни тысяч заходит по отгрузке, соответственно, там средний чек намного больше. Ну, то есть это уже компания, брендированная себе что-то заказывает и делает. У меня вот вопрос непонятен. Ты работала пиар-менеджером в Санахант Групп. Да. Это, ну, Санахант, я знаю, магазин, в котором там брендовая вот эта вот одежда, да, супер-пупер, самая крутая. И ты там работала пиар-менеджером, и потом вдруг ты уходишь и продаешь бутылочки стеклянные. Мне вот этот переход хочется понимать, как произошла такая трансформация, да, из человека, который работает, ну, очень хорошей компанией пиар-менеджером и вдруг уходит и начинает продавать вот эту стеклотару. За полтора года я очень сильно выгорела эмоционально, плюс я уже понимала, изучила полностью всю нишу, я прекрасно понимала, что я не могу перейти в другую компанию, потому что рынок узкий, все друг друга знают. Что тебе не нравилось в твоей работе? Чем ты там занималась? Мне все устраивало в плане работы, мне не устраивал коллектив, атмосфера, в которой это все было в отношении руководства к персоналу. То есть тебе просто было некомфортно, а работа тебе нравилась? Эмоционально мне уже было настолько дискомфортно, когда в три часа ночи были звонки, тебя там королематом, все они так. Какая у тебя зарплата была? На тот момент это было тысяча долларов. А сейчас ты меньше зарабатываешь? Сейчас я зарабатываю столько же, но при этом я сама себе парила. А, то есть ты тысячу долларов уже зарабатываешь? Ага, хорошо. С чем пришла? С главной болью какой? Увеличить свой доход и понять, как все-таки работать с вип-клиентами. Потому что нету кто такой вип-клиент в твоем понимании? Это крупный производитель, это сеть ресторанов, когда ты не с администратором общаешься, а уже с лицом, который принимает решение и разрабатываешь именно под него то, что он хочет. То есть ты хочешь увеличить доход, взяв более крупных клиентов? Да. Сколько у тебя конкурентов? Четыре. Они большие и крупные? Да, мы все друг друга знаем в лицо, как мы общаемся. А каким образом ты их знаешь? Ты только стартанулась здесь, откуда ты их знаешь? У меня же в лицо в принципе опыта работа в этой нише с бутылками, банками. А откуда? А откуда после Санаханта ты как в бутылки попала? Во время работы в Санаханте я просто познакомилась с молодым человеком, который был моим подрядчиком. Потом... Я не могу понять, подрядчиком он у тебя в Санаханте поставлял бутылки с шампунем? Не могу связь понять просто. Санахан продает шмотки и там нишевую парфюмерию и прочие вещи. Ну, плюс есть упаковки для клиентов, есть сертификаты. Все, понятно. Все, теперь ясно. То есть он упаковки и ты... Все, и теперь я поняла. Вот, соответственно, я была уже на пике эмоционального кризиса. Он предложил работу у него на фрилансе. Я согласилась и просто поехала. Все, и ты начала изучать все эти упаковки? Я начала изучать, он увидел, что есть прогресс. Я вышла замуж, в принципе. За него же? Да. Все, мы докопали. Вышла замуж за бутылочки. Понятно. То есть у вас уже семейная, короче, история начинается. логика выстроилась, а то непонятный какой-то переход. на сегодняшний день мои конкуренты это мой бывший клиент, которого вырастила сама, мой бывший сотрудник, которого тоже вырастил как бы мой партнер и мой бывший муж. Ты знаешь свои конкурентные преимущества перед своими партнерами? Вот твой бывший муж, а то есть у тебя до этого еще был муж? Да, а сейчас он уже конкурент и бывший муж. А теперь ты вышла замуж за другого? Нет, я... Или ты уже развелась? Я развелась. А, то есть ты за него вышла замуж, уже развелась и уже вы стали конкурентом. 26 лет, такая богатая биография. А детей нет у тебя? Есть, 4 года. Так, 4 года ребеночку. Классно вообще. Мотивация двигаться есть. Супер. Значит, теперь пытаемся выстроить всю эту логику. Конкурентные преимущества ты свои знаешь перед теми компаниями, которые есть еще на этом рынке? Это оперативность, это выслушивание клиентов и в принципе я поднимаю трубку, я общаюсь с клиентом. Ну, это конкурентное преимущество перед обычным клиентом, который звонит и ты в принципе молодец, что снимаешь трубку, потому что мы часто с этим сталкиваемся, когда алло, пронто, пронто, никому не интересно или там алле. Вот, а момент с вип-клиентом, на которого ты настроена, важно понимать, тебе проанализировать, какие у тебя могут быть конкурентные преимущества, что ты можешь этому клиенту предложить, помимо очень важных моментов, там, лояльности, нормального отношения, то есть в вип-сегменте, в принципе, это по умолчанию, да, сложно представить, что в вип-сегменте, ну, как там, там вообще, извините, с лохами никто не работает и не разговаривает, но какие-то конкурентные преимущества другого рода обязательно должны быть, об этом важно подумать, да. Исклюзивность товара, есть уже, скажем так, определенный договор, договор по поставке чисто тары под меня, да, у меня там есть определенное условие по продажам, по объему, но тогда я в преимуществе, то есть у меня абсолютно другой ассортимент, не тот, что есть у моих конкурентов и его, в принципе, нет у никого на рынке, соответственно, у меня есть возможность поставлять товар с Европы напрямую, не перекупая его на Украине и таким образом предлагать клиенту более выгодные ценовые условия. Ну, вот пока только вот эти два. Угу. Надеюсь, будет больше. Нет, ну, уже что-то есть, это важно, не ноль. Вообще, женщины у нас какие-то более, да, заметили, это девочки нормальные приходят, девочки в бизнес, а все говорят, вот девочка, обязательно, она сосала, посмотрите, посмотрите, мужики, учитесь вот так сосать, блин, ну, ужасно, и мальчики просто сплошной разочарования. Ты пока сама работаешь, да? Да. Одна. Я думаю, что на сегодня нам достаточно для первого раза, думаю, должны зрители с тобой познакомиться наши, написать свои рекомендации, потому что вот после прошлого раза люди все получили массу, причем очень хорошие, пишут на самом деле, практически все очень дельные советы. Я думаю, что ты уже в следующий раз к нам, когда придешь, ты придешь со списком тех действий, которые ты будешь делать. Ладно? Уже список у тебя должен быть пять-десять каких-то ключевых действий, которые ты либо сама за это время нагенерировала после беседы с нами, либо тебе подсказали зрители в комментариях. Мы не рассказываем, что делать. Мы учим вас задавать себе правильные вопросы, и когда вы это делаете, благодаря тому, что мы вам немножечко подкручиваем, вы тогда сами правильно двигаетесь, вам тогда ответы приходят по логике. Автоматом приходит ответ. Потому что самое плохое, это когда тебе говорят, знаешь, как наемному сотруднику, чем отличается наемный сотрудник от руководителя, от владельца бизнеса. Наемный сотрудник, он не задумывается над тем, что именно нужно делать. Ему сказали, и он делает. Задача руководителя все время генерировать очень правильные действия. Надо видеть фокус, понимать, куда ты движешься. Абсолютно. Поэтому наша задача именно такая, и мы хотим, чтобы ты переварила и этот разговор, несмотря на то, что мы вроде бы ничего не сказали, у тебя все равно в голове сейчас пойдет сдвиг обязательно. Что-то напишут ребята, глупости, классные вещи, тоже у тебя пойдет сдвиг. Мы хотим, чтобы твое движение органическое к следующему разу, по крайней мере, энергетическое, у тебя точно будет. Ты пришла с каким-то своим моментом, что к тебе пришло в голову, что бы ты хотел делать. И мы уже непосредственно это будем обсуждать. Мне кажется, ниша у тебя классная, интересная, ты тоже живая, абсолютно не стоит так волноваться. У нас не собеседование, нет, все хорошо. Поэтому я думаю, что у нас есть перспектива. Главное, чтобы у тебя было желание двигаться и не просто желание, а вот эта энергия превращалась в действие. Поэтому я думаю, через неделю нам будет уже интереснее общаться. спасибо тебе. Спасибо вам большое. Мы хотели с вами поговорить о том, что в бизнесе самое важное это ваша энергия, которая провоцирует вас на действие. Вот для очень многих людей не хватает ни знаний, не хватает ни понимания того, что нужно делать. В большинстве своем все плюс-минус это понимают. Не хватает именно энергии и толчка. и люди не действуют именно потому, что все время на что-то перекладывают ответственность. Кто-то на кого-то, кто-то на какие-то действия. Мы постоянно находим в себе зацепки. И наша с Сергеем ключевая задача это на вашем примере в том числе показать всем остальным тысячам людей на чем неправильным они циклятся и как легко двигаться тогда, когда у вас есть эта энергия, когда вы включаете свою собственную голову. Нам почему-то кажется, что другие люди должны говорить нам, что делать. Нам постоянно этого не хватает. Нас так как-то воспитывали по-дурацкому. Вот обязательно нам нужно получить задание. Но если вы сами себя сейчас не научитесь зажигать, если вы сами не научитесь брать от нас лишь намеки, а сами дальше додумывать, докручивать и главное превращать это в действие, то по сути в большинстве своем вы будете выгорать. Многие бизнесы заканчиваются даже не начинаясь. Как я сегодня уже говорила, что вот эта иллюзия действенности, вот этого «А, ну да, у меня так всего много, класс!» И вот этот факт, который лежит, сколько вы можете на себя потратить, что вы можете себе купить, это абсолютно разные вещи. И в какой-то момент наступает то, о чем там снимала я программу с Ксюшей, когда действий много, а в какой-то момент она понимает, вообще ради чего все это? Мне гораздо спокойнее работать на работе, зарабатывать свои деньги и спокойно жить. Поэтому мне хочется, чтобы вы действовали сейчас и использовали ту возможность, которая есть, а мы даем вам самое ценное, энергетический заряд. Вы не сидели и не ждали, и для этого нам нужно что-то подбрасывать. Поэтому мы приняли очень такое решение, что каждую нашу встречу кто-то будет выбывать. Один или два. Ту-ду-ду-ду. Слабое звено. У нас много сейчас анкет, у нас много сейчас интересных людей, правда. Сегодня к вам пришла очень сильная конкурентка, но наш потенциал обычно, который у нас есть, и наши действия бывают очень в разной степени. Знаете, как приходит на художественную гимнастику девочка с классными данными, и приходит другая девочка с другими данными, скромнее, и все думают, что это будет чемпионка, но это херачит, а это не херачит. Одна тренируется, вторая не тренируется. Но бывает и второй момент, когда у девочки классные данные, и девочка очень понимает, что она сильно хочет. У мальчика тоже такое бывает. Так как-то получилось сейчас, неравное женское царство. Так вот, я хочу, чтобы вы об этом помнили, и наша задача каким-то образом все-таки заставлять вас гореть. Вы сюда пришли, у вас у каждого есть своя история, неплохая, неплохая. то, что вы пришли, то, что вы выдержали, это неприятные разговоры. Но я вам хочу сказать, что приятные разговоры, когда вас хвалят, они не приносят результатов, они не дают пинко, поэтому мы приятно не будем с вами разговаривать, если вы не будете действовать. Потому что нечего сегодня было тебе приятного сказать, ты понимаешь это? К сожалению, ну нечего, правда. Ты не слышал, что говорили девочки, а девочки действовали. Посмотришь, услышишь. Посмотришь, услышишь. Так вот, а в следующий раз вы расскажете нам и покажете, и не только нам, и всем остальным, что вы сделали, и с кем-то из вас мы простимся. Может быть, с тремя, может быть, с двумя, может быть, со всеми. Я хочу, чтобы на вашем примере люди учились. Я хочу, чтобы они не наблюдали за скучным и нудным процессом, а они видели, как изо дня в день, неделю за неделей можно расти и развиваться, что для этого не обязательно иметь миллионы, что можно сэкономить деньги, которые зарабатывались на работе и вложить их, инвестировать в себя, что можно сделать все, можно быть наемным сотрудником, который вырастает и хочет сделать нечто большее. Можно с нуля, даже инертному мальчику стать классным бизнесменом-мужчиной. Можно абсолютно все, но это от вас, зависит, а не от нас. Поэтому я вас очень попрошу следующую вот эту неделю, в которой мы не будем видеться, проявить себя и посмотреть. Возможно, кто-то из вас сам не захочет уйти, прийти, вернее, сюда. Но вполне возможно, что вы поймете тогда, почему у вас не получается и, скорее всего, не получится. Потому что, если вам сейчас не хватит огня, жары, то, поверьте, больше вам в жизни вряд ли кто-то его даст. Более жесткого человека, чем я сейчас, вот в этой ситуации, наверное, сложно найти. Поэтому, возможно, вы просто поймете, что это не ваша история, что у меня так, теперь понятно почему, и мне в этом комфортно. И это не есть плохо. Плохо – это когда вы на чужом месте. Плохо – это когда вы живете иллюзией того, что я бы мог, но мне чего-то не хватает, нам всего хватает. У вас у всех есть все для того, чтобы расти. И для того, чтобы показать своим примером, что возможно абсолютно все. Поэтому мы сейчас начинаем двигаться с вами и посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что хотя бы одного из вас явно что-то получится очень серьезное. И чуть позже мы будем обязательно выходить в цифры, с кем-то уже начнем выходить, для того, чтобы вы видели не только вот эти разговоры, мотивацию, историю, для того, чтобы вы видели, как это растет в цифрах. И что сегодня, даже в нашей не очень успешной и удачной стране, можно зарабатывать деньги, можно получать удовольствие, можно все классно отстраивать. Ну, я в этом уверена. Сергей. Я еще вспомнил, знаете, у нас есть инструкция внутренняя для сотрудников. Она, как бы у нас много разных инструкций для должностей, но есть общая инструкция. Ты, Катя, ее не видела, потому что она уже трансформировалась после. Значит, там есть один пункт, про который я сейчас вспомнил. Очень хороший, он мне очень нравится. Я его туда вписал. И я, правда, забываю иногда сотрудников заставлять его выполнять, но когда они его выполняют, то очень хорошие результаты. В чем его суть? Там написано, что перед тем, как подойти к своему руководителю с вопросом, ты готовишь три варианта ответа. И после этого ты подходишь. Но, если ты приготовил три варианта ответа, как правило, тебе уже не нужно подходить с вопросом к своему руководителю, понимаешь? Потому что ты уже знаешь и так, что делать. Поэтому я вам предлагаю всем, перед тем, как прийти со своими вопросами, приготовить три варианта ответа. Если это вам не поможет, тогда уже вопрос задавайте. А я вам предлагаю сделать то же самое, что сделала Катя. И пока у вас есть какие-то горячие мысли, вот вы сейчас под жаром, просто запишите себе то, что вам нужно сделать. Очень часто нас так, знаете, шпарило, а потом оно проходит, и ты думаешь, блин, какие-то же были классные моменты, но я этого не помню. Поэтому вы можете, кому удобно листики, кому телефоны, просто взять и для себя сейчас накатать, что я должен сделать. Не стесняйтесь никогда это делать, я всегда, у меня есть программа, Трелла называется, вот, я всегда тут же забиваю себе, вот, тут есть и Сергей, и Ольга, и так далее, вот я открываю, у меня все время вбито, потому что надеяться на свою дырявую голову все-таки не стоит, особенно под эмоции. еще и блондинки. Еще и блондинки. Может быть, мы все время говорим, да, кто-то из вас хочет что-то сказать, ну, что-то мне спросили, зажигалка. Нет, сегодняшний формат именно зажигалка, и нету такого, какого-то унижения, вот честно, для меня это такой стимул, я уже хочу доехать до офиса, все написать, и сказать, да, блин, блондинка. У нас не задача вас унизить, не задача показать вас дураками, а себя умными. Это глупый сотрудник, когда приходит, он у него, когда комплексы возникают, у него такое ощущение, что его вот специально унижают. У нас задача, чтобы вы, как руководители, вы не сотрудники наши, вы руководители, вы люди, которые хотят построить свой бизнес, у которых обязательно будет много сотрудников, хотя бы 3, 5, 6, все равно будут. Вы должны, мы хотим, чтобы вы научились думать, вы научились принимать на себя ответственность, понимать эту ответственность, и вы научились гореть своей жопой, простите, потому что бизнес, это именно горение, это именно тогда, когда вы способны зажечься, когда вы понимаете ответственность перед клиентами, которые вы несете. Мы же не просто рассказываем своим клиентам наша работа в том, чтобы им рассказать, наша работа, чтобы это выполнить, а выполняет это кто? Наши сотрудники. Понимаете, мы несем ответственность перед ними, конечно, и отвечаем за это мы, Поэтому если мы сами не будем эту ответственность требовать, если мы не будем ставить перед собой высокие цели, мы не будем за это болеть и переживать, доставят эту гребаную посуду или нет, она целая или нет, эта упаковка такая или такая, тогда грош нам цена. Мы не будем расти и развиваться. Да, можно быть спокойным Буддой, сидеть и медитировать, но как бы тогда надо определиться изначально с этим. Бизнес – это всегда стресс. Ну классный стресс должен быть, да, это должен быть стресс с кайфом. То есть в конце мы должны обязательно получить оргазм от этого стресса. Иначе зачем все это, да, ну типа стресс, стресс, стресс. Люди привыкли жить в этом вечном стрессе, им все время не хватает. Но оргазм – это когда клиент говорит тебе, мать твою, круто, а ты смотришь на свои показатели, на свой кошелек, на свою новую тачку, на то, как ты можешь поехать куда-то, купить своему ребенку, отправить его в какую-то школу. Ты понимаешь, что да, это кайф, а стресс постоянный и как бы никакого результата – это… Стресс от кошелька. Да, стресс от кошелька, понимаешь? Вот, поэтому давайте, мне хочется, чтобы вы шли вперед, и это будет интересно, и нам, и вам. Мы за вас искренне болеем. Спасибо. Спасибо, ребята. Встретимся через неделю. Фух, слушай, ну по-моему у нас сегодня горячо получилось. Ну ты так выдала, зажгла, меня тоже зажгла. Ну ты знаешь, мне как бы, я вот хочу наконец-то на камеру сказать, мне правда неинтересно делать клоунаду и что-то не по-настоящему. Ну, раз уж мы за это беремся, то давайте браться по-взрослому, потому что нас же смотрят, ну вот, тысячи людей, а я надеюсь, что скоро будут миллионы. И я хочу, чтобы вы учились с этого, хочу, чтобы вы понимали, что бизнес, он вот такой. И бизнес-то не когда ты взял кредит, да, там, потратил эти деньги. Вот бизнес начинается с энергии. Поэтому мне, конечно, знаешь, вот это инертное лицо, когда мальчики… А что если сотрудники? Мы начинаем решать, да, какие-то проблемы, которых вообще нет. Да, да, но это говорит о том, что, ну вот я по Лёше хотел как раз сказать, я считаю, например, что Лёша, его подсознание не пускает его. Он не хочет, он на самом деле не хочет никакого бизнеса себе. Он, ну, он думает, что он хочет, но он не хочет. Это не его вообще. Я смотрю на него, у него абсолютно нет энергии. То, что он делает сайты, в принципе, нормальный у него сайт, да, с таким количеством посещений, и он на нём зарабатывает, сколько он сказал? 400 долларов сейчас в плохое время. Да. Его идеальная, да, история? Да, да, это он говорит о том, что сейчас у него сайт, что-то там проблемы с ним, и он его там делает, да, реконструирует. И, например, ну, мне кажется, это его путь. Ему надо просто работать над тем, чтобы повышать доход со своего сайта, и всё. Монетизировать свой сайт. Мне тоже кажется, что ему ввязываться вот в эти истории, в мелкие чеки, да, ты представляешь, как там вообще заработать? 5 тысяч долларов, например, сколько это усилий, или даже 400 баксов. Он не предприниматель, у него ничего не получится. Я не хотел ему об этом говорить, но я считаю, что он должен просто сам к этому прийти. Я думаю, что через неделю он, скорее всего, либо сам не придёт, поймёт это, да, либо придёт с другим проектом, да. Придёт с каким-то, да. Ну, это точно не его история. Точно. Ну, девочки у нас энергичные достаточно. Девочки классные все. Все классные. Вот, видишь, и говорят, девочки, девочки. Ну, посмотри, вот такой пример, интересно. Ну, будем обязательно мальчиков звать. Девочки энергичные, но опять-таки, вот, знаешь, я думаю, что есть вот этот у Ани момент того, что, как вот мы рассказываем, да, того, что человека так сильно похвалили, что он собирается бросить курить, что он может и не бросить курить, да. Да, да. То есть она может завязнуть там в цифре тысячи долларов и кучи гемора, да, там, и клиентов, которые будут отваливаться, потому что сейчас начнётся лето, люди начнут уезжать там, да, и так далее, и так далее. Поэтому ей нужно очень серьёзные предпринять усилия, разработать линейку её одежды, там, начать продать через... То есть нужно много ручейков создать, я так думаю. Я думаю, нет. Я думаю, наоборот, ей сейчас нужно сконцентрироваться на главном, на том, что ей в первую очередь даст деньги. Нет, безусловно, но я имею в виду, в принципе, ей нужно очень масштабно подойти, чтобы она в итоге вышла на какие-то конкретные стабильные деньги. Давай, смотри, ей масштабы нужны будут, когда она будет масштабироваться. Сейчас у неё задача сделать один клуб суперприбыльный. Я и говорю, ну, там должно быть, понимаешь, когда ты, например, выпускаешь 4 позиции одежды, то у тебя одежда не будет продаваться. Я говорю ей, что надо в клубе её отстроить все абсолютно процессы. И процессы, чтобы там и много водички было, и много того было. Ну, то есть всё выстроить для себя, чтобы один клуб работал очень круто. Много всего это не для её клуба. Для её клуба должно быть немного, но очень всё качественно. Вот, знаешь, вот, Нина, да, хочет у тебя пнуть вот этим карандашом, потому что вообще всё. Ну, ладно, ну, Аня, с ней будет ок. Что ты по Кате думаешь? Ну, Катя молодец, деньги достала, да? Ну, Катя проявила бойцовские качества, молодец. Да, я, честно говоря, ну, мне нравится. Мне тоже казалось какой-то момент, что Катя уйдёт. Это небольшие деньги, но она показала этим то, что она серьёзно относится всё равно. То есть она сюда пришла, и она готова, как бы, готова платить своими даже деньгами, не только временем, да, деньгами. Ну, это показатель, да. Мне тоже как бы понравилось, что у меня даже была мысль сначала ей отдать деньги, потом я поняла, что я ей зло, да, это получается понарошку. Ну, конечно. Поэтому деньги я потрачу сегодня. Вот. Обязательно. Мы посмотрим, у неё получится что-то или нет, но мне кажется, всё-таки покажем. Нет, да у Катты уже всё получилось. Просто ей, ну, да, у неё там есть проблемы, ну, которые она должна научиться решать. Ну, вот это тоже я хотела то, что сказать, потому что вопрос персонала, он такой, знаешь, его очень многие задают, ну, например, не популярная с одной стороны тема, но для кого-то она мега актуальная. И вот этот вопрос упаковки своей компании перед сотрудниками, да, мы считаем, как, каждый должен быть счастлив работать со мной, я же ему деньги даю, да, как собаке кость бросаю, типа, аф, давай гавкай. Вот. А момент того, что твоя компания не привлекательна для других людей, как же она может быть привлекательной для клиентов, если даже сотрудник в ней не хочет работать. Правда? Так, ну, а новенькая тебе наша как? Она новенькая, мне Маша понравилась. Она так краснела, так. Ну, мне кажется, у Маши классная ниша, вот. Ну, прикольно. Ну, у нее узкая ниша, это нормально. Она боец, по Маше видно, что она такой боец. Да, она боец, да, она с бывшим там мужем воюет, с бывшим там сотрудником, все они конкуренты. Заметь, как она сказала про своего ребенка, у меня есть мотивация, мотивация. А мы говорим, дети, это типа тяжело, это теперь я ничего сделать не могу, да, там. А она говорит, это мотивация, она классная. Не, она классная, она боец, сразу видно по ней. Ну, по лицу видно. Ясно, кто? Кто? Мальчик? Я не знаю, может быть, он нас удивит. Может быть, он проявится. Знаешь, вот этот момент, когда не веришь в человека. Я не верю, но все бывает. Я много раз наблюдала такую картину на соревнованиях, когда, как мама спортсменки, когда все знают, что сейчас выйдет лучшая гимнастка, да, и твоя главная конкурентка, и вдруг она, блин, все порит. Поэтому здесь, я думаю, все как в спорте. Но, друзья, это будет интересно понаблюдать, поэтому обязательно пишите все, что вы думаете. Пишите, насколько вам интересно, стоит нам этим Сергеем дальше продолжать заниматься. Но меня лично уже это зажигает сильно. Как вы думаете, вообще придет Леша в следующий раз или нет? И вообще, стоит ему заниматься бизнесом или нет? Ну, это, кстати, большой вопрос. Ваше мнение скажите. И не забывайте о том, что у нас под каждым видео есть уже гугл-анкета, которую вы можете заполнить и стать одним из участников. Только, пожалуйста, если вы инертный, нудный, мутный, и не хотите, чтобы вас тут расфигачило, не приходите. Мы хотим видеть тех людей, на примере которых мы можем показывать, что такое развитие, что такое, когда не мы вас делаем успешными, а вы сами становитесь успешными просто благодаря тому, что мы немножечко вам помогаем. Совсем капельку, правда? Гениальность и заслуга тех успехов, которые будут у ребят, это исключительно их заслуга. И то решение, которое они приняли, что им нужно попасть к нам. Зачем? Потому что тут воздух особенный. Мне кажется, да. Зарядиться от зажигалки. Пошли, пора работать. Ну что, друзья, по-моему, выпуск получился более чем горячий. Честно говоря, мы с Сергеем понятия не имеем, что же будет дальше, кто вылетит. Хотя, в принципе, сейчас нам кажется, что в мальчике слабее, но все может быть по-другому. И, конечно же, нам крайне важно и крайне интересно опять-таки знать ваше мнение. Я думаю, что этот проект получает свою настоящую жизнь, потому что сейчас количество идей у нас просто зашкаливает. И мы уже готовим каверзные и интересные испытания. Будем делать бизнес вместе, будем учиться на реальных примерах. Я хочу, чтобы вы брали, делали, думали, чтобы вы включались и, главное, зажигались, потому что зажигалка – это не просто название моей программы. Итак, что я хочу вам сегодня рассказать? Во-первых, мы объявляем большой кастинг. Мы хотим получать от вас еще больше заявок и делать уже большие программы, где мы будем смотреть и выбирать лучших. Брать не всех. И вы будете помогать нам это делать. Поэтому обязательно заполняйте анкету, которая находится прямо под этим видео. И, кто знает, возможно, следующим героем станете вы. Ну, а прямо сейчас, как я обещала, я хочу подарить вот такую футболку. Давай, Женечка. Вот такую, где написано «Я заставлю тебя захотеть». Человеку, который написал самый популярный комментарий. Человеку, который, как всегда, что-то вылезло. Человеку, который, вот я хочу его показать, который всегда комментирует, где-то критикует конструктивно и помогает нам делать контент лучше. Эта футболка отправляется тебе. Ну, а вы также можете получать от меня подарки. Для этого обязательно пишите свое мнение. Мне важно, что вы думаете сегодня о героях. Кто, по вашему мнению, сильнее. Что нужно делать ребятам, чтобы у них получалось лучше. Обязательно пишите, обязательно комментируйте, потому что мы хотим, чтобы это была не просто программа. Мы хотим, чтобы она меняла вашу жизнь и делала ваш бизнес круче. Включайтесь, друзья. Дальше только интереснее.